я евгения морозова это 365 инфо здравствуйте сегодня в нашей студии мария струва эксперт по вокалу и говорить мы будем пение здравствуйте мария здравствуйте сразу такой вопрос любой человек может быть любой человек может петь вот у нас есть рука нога есть голос другое дело что некоторые забывают что им надо пользоваться при этом мы пользуемся каждый день как разговорной речью и забываем что скрипка которая висит на стене ну мы видим что эта скрипка ее можно поддержать но иногда надо играть так вот на голосе надо научиться просто играть и будет вокальный голос к вам обращаются люди которые хотят научиться петь как долго вот этот процесс идет я имею ввиду человек пришел ничего не умея ничего не зная никогда в жизни может быть там не то что не не выступая на сцене но при этом даже может быть и для себя не напивая ничего и как долго он идет тому чтобы научиться петь разная ситуация бывает у самого тела вот как его инструмента потому что тело бывает в состоянии скажем так деградации в плане голоса когда говорят таким голосом или таким голосом молодцы еще разочек а теперь опять берем ведро меняют голос и в этот момент уже или таким голосом когда он там зажат если вот нормальный человек говорит ну достаточно прилично и он просто не пел боится и так далее то это очень быстро то есть если нет никаких отклонений это приблизительно вот я даю гарантию на 32 часа то есть через 32 часа человек запоет да он он запоет раньше он запоет через два часа но через 32 часа это будет вообще голос это будет состояние состояние знания по поводу вокала и он будет намного увереннее здоровее и он будет понимать как дальше работать с голосом чтобы показать например ну например вот сейчас в алматы я проводила интенсив по вокалу четыре дня и одна девочка пришла на третий день то есть через пять часов она уже пела она до этого не пела никогда ей 11 лет то есть вытащить голос можно в принципе за час но вот если люди наверное все равно более талантливые я думаю что люди все талантливые и одна из способностей которая принадлежит каждому человеку это его голос и обращение с ним ну например скажите если вы не умеете ездить на машине как вы можете это осуществить но вас надо научить у кого-то это в крови кто-то поет с детства а кому-то нужно показать что нужно его там включить завести повернуть направо то же самое с голосом то есть управление голосом это наука которую нужно освоить это навык раз два три существует всего кстати это вопрос достаточно сложный три техники вокала то есть люди считают один раз я спросил у одного профессора сколько техник вокала он сказал ну сколько людей столько и техник сколько педагогов сколько школ вокальных их всего три три может освоить любой человек освоил и начал петь а в чем тогда проблема почему вот наши дети да они идут музыкальные школы они учатся там долгое долгое время потом они выходят и они не поют в чем дело я думаю что в том что в нашем мире наверное у меня даже была такая идея что специально убрали вот эту технологию вокала и для того чтобы сделать эксклюзив то есть чтобы несколько человек пели все на них молились уже может быть не понимали что хорошо что плохо но вы знаете у нас часто поют артисты которые очень талантливы как артисты но с голосами там есть вопросы у многих и с точки зрения ну это же выгодно когда немного людей умеют что-то делать хорошо наверное исторически это сложилось именно так вот я смотрю фотографии своей семьи своих предков и очень много вот таких фотографий кто-то музицирует кто-то рядом поет и это было видимо каким-то очень естественным делом для человека петь а потом в какой-то момент он петь перестал что в этот я не знаю что случилось может у него времени не хватило может он не верит свои силы но он перестал петь а вот вы много ездите я знаю что вы очень востребованы как эксперт как педагог по вокалу в других странах это как в америке я могу я часто бываю в америке в европе я могу сказать что в америке вообще деградация голоса достигла ужасных размеров то есть там в два года можно услышать ужасную речь ребенка которого я просто в шоке смотрю думаю боже мой ему вытащить голос это надо год потратить потому что там уже все зажато то есть самый английский язык он не способствует пение но при этом например что касается ну темного населения скажем так у них природа вот их волеизъявления на более яркая и они поют более ну еще сохранили скажем так голос на них это естественно на них это этот даже английский язык не так сильно повлиял то есть но еще природа я бы сказала национальности имеет значение фонетика языка потому что есть в некоторых языках например такие звуки как какие-то вот такие вот там допустим в английском например и вообще нет в европейских языках рэ отсутствует а рэ это единственный звук но буква которая помогает вообще очень быстро вытащить голос более того мы даже ставим этот звук я когда бываю в америке я люблю всем быстро поставить рэ а потом уже заниматься вокалом потому что это быстрее мария но ведь к вам обращаются не только те люди которые хотят научиться петь пение это же еще и здоровье абсолютно существует если объяснить вот быстро существует дыхание существует физиология и существует соотношение сейчас соотношение зажимов скажем так в теле и свобод и если сравнивать то у нас в разных местах как бы тела есть зажимы и у нас есть целый комплекс упражнений которые снимают зажим дыхательный зажим физический зажим психологический психологически как правило связан с остановками крика пения когда ребенку там замолчи не говори или взрослому просто ситуация которая его немножко напрягает и в частности что касается например нашего черепа да то мы знаем что там кости все двигаются и их можно как расширить так и заузить ну внутреннее пространство внешне это незаметно практически но я иногда обращала внимание что даже черты лица вот знаете разглаживаются вот как-то благороднее становится лицо когда она встает в правильное соотношение так вот этим занимаются очень сложные какие-то азиатские скажем так я не очень знаю эти скажем так учения когда методики когда раздвигают но я могу сказать что если мы правильно поем то мы изнутри дыханием все раздвигаем и после этого вся носоглотка прочищается человек начинает правильно дышать он перестает делать такие знаете всхлипы вдохи и он начинает говорить красивым таким ровным голосом который соответствует его родному голосу тому как который когда-то был у него когда он родился соответствующий телу я вот еще заметила что люди которые поют они дольше остаются молодыми у них хороший цвет кожи лица вот это как это дыхательные наверное какие-то дополнительные это дыхание и потом наверное вы знаете с точки зрения физиологии у нас крови достаточно мало и организм большой и когда эта кровь входит она в основном находится внутри на важных органах и в голове но не так много крови крови и сосудов и если посмотреть как например вот новые руки ноги часто у людей бывает холодной да когда вы начинаете петь мы разгоняем кровь и получается что циркуляция люди лучше думают лучше айкью кстати повышается потому что человек начинает разбираться по некоторых вопросах когда человек что-то больше понимают у него повышается айкью всегда и что касается здоровья просто циркуляция в теле намного быстрее намного лучше и естественно человек здоровее